С момента вступления Андрея Иванова в должность главы района традиционные совещания с руководителями поселений становятся более интерактивными. Чиновники стали чаще выходить из кабинетов и лично инспектировать свои территории. О результатах работы докладывают главе. Вот здесь будут стоять часы, здесь будут стоять малые формы. Вот все, что здесь вы видите, это мы посадили, вот эту елочку посадили, все лавочки. В Голицыно Иванов осмотрел не только привокзальную площадь и въездную зону, но и прошелся по городским скверам. Он отметил чистоту Голицынских улиц и развитие местной транспортной инфраструктуры. Думаю, что нам похожие решения нужно применять и в Одинцово, и в Кубинке, и с точки зрения самого движения, и обустройства площади, обустройства современного европейского обустройства парковочной зоны для такси. В районе всегда уделяли особое внимание чистоте. Одинцово, например, входит в состав лесопаркового защитного пояса Москвы. Остальные поселения стараются не отставать. За чистотой в районе следит управление Госадом технадзора области. Его представители обсуждают проблемы лично с главой района. По результатам проверки я с представителями администрации проехал по данным местам, показал, где эти нарушения и дал время на устранение. Нужно отдать должное, что работу провели быстро, устранили замечания. Проверка Голицына выявила и ряд сложностей. Основные нарекания вызвало состояние местной средней школы номер два. Строение 95-го года едва ли значительно ремонтировалось за последние 20 лет. У главного входа из перил частично прогнивших торчат занозы и гвозди. Спортивная площадка у школьников есть, но находится в таком состоянии, что ребятам остается играть только в юных строителей. Перил таких нет. В 21 веке нет таких перилов в школе. Этого просто быть не может. Можно отказаться от компьютера, а так на входную группу такую оставить. Детям негде заниматься с огромной территорией. Да тут можно было горы свернуть за это время. Сколько вы здесь директорами? 20 лет. Это все ваша заслуга. Как выяснилось, ремонт в школе все же проводили, причем недавно. Однако его результаты явно оказались незначительными. Школа в ужасном состоянии. Не понимаю, почему мы потратили в этом году всего 2 миллиона. Там нужно полшколы перестраивать. И как эта работа у нас с управлением образованием ведется, тоже нужно, честно говоря, подразобраться. Зато приятно удивил Одинцовский отдел ГИБДД. Здание, открытое в день 73-й годовщины со дня образования Государственной автоинспекции, одно из крупнейших в стране. Оно оборудовано локально-вычислительной сетью с подключением мультисервисной системы ГУВД. Она позволяет сотрудникам получать доступ ко всем информационным ресурсам МВД России. Здесь же граждане могут получить государственные услуги. Например, сдать экзамены на водительские права. Билеты электронные? Да, да, да. Это все билеты электронные. Значит, методом случайного подбора. Программа сама программирует. Сервер у нас через управление ГАИ. Какое количество билетов? 40 билетов всего. 40 билетов? Да, всего 40. Сколько дается времени? 20 минут. Минут на один вопрос. Одной из главных тем совещания стала подготовка района к отопительному сезону. На сегодняшний день поселения докладывают о полной готовности. В преддверии приближающихся холодов были развернуты резервные мощности и экстремные службы. Мы физически не можем разбежаться на 16 поселений. Я очень надеюсь, что к концу месяца коллеги мне в этой работе помогут. И на этой обратной связи, если нужно, мы там где-то добавим, может быть, энтузиазма. Отделим коллегам на местах, если это потребуется. По мнению властей, подобные выездные совещания, объединенные с инспекциями, дают высокие результаты. Они позволяют чиновникам лично проконтролировать исполнение указов главы и оперативно отреагировать на проблемы. Анна Макарова, Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания Одинсова.